да будет работать александр александр здоровья выработали на грязь становится 15 ну да это неплохо обзор да да давайте по обзорчику пройдемся не хочет все продать почку и так ну это же не только леги да это вообще все подряд это так ну что погнали чё я могу сказать чек яндекс или я начну убивать заложников болин даже что такой стремительный тачек яндекс или я начну убивать заложников залетела сотенка таски и бластеров от скетский эски и бластера спасибо тебе большое братан за поддержку не убивая заложников все под контролем мы ставим ставим твои тричанские только не паникуй все ништяк уже кстати 2118 ее просто он заканчивать потихоньку добрый вечер давно не заходил на твой канал будь другом покажи джошика моя девушка кайфует от него окей сейчас все будет джоша иди сюда мажор дома экзекутус 97 заменяет вас рагнаросом рагнарос 8 хп 8 рандомного урона по сути это ваншот любой крючок который поставит оппонент поэтому грубо говоря мажор до в рагнароса надо убить рагнарос умирает от фаербола пинг пинг на следующий ход рагнаросовская обила как я понял не бьет в щи я правильно понимаю что она не бьет в щи если она не бьет в щи то все вполне в порядке потому что если бьет в щи то это жара если не бьет то надо еще смотреть 9 7 за 9 кристаллов ну короче статы как у малор на джошка иди сюда статы как у малор на ничего бьет она рандом бьет она еще в щи может попасть то есть короче ты просто сам начинаешь быть рагнаросом я понял ну ну смотри если если стоит репортинг по дьюти и паладин то рагнарос 50 50 будет мазать ну как обычно короче как обычно минусы как у обычного рагнароса в принципе неплохо если получится это использовать как сейв кулдаун то уже здорово скорее всего мажор дома и будут использовать именно таким макаром в принципе карта хорошая в принципе хорошая минусы большие овердамаг огромный но окей нефариан два рандомных спыла но мы сегодня видели как он упер флэм страйк но надо понимать что против враги он может упереть у тебя шквал клинков и яд которым ты просто не сможешь воспользоваться и будет страшно но ути учитывая что у нас ураги теперь новый новая новый спал гэнгап который может просто банально сломать оппоненту щи игру и все 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 это просто жара это мега суперская контрольная карта которая делает тупо очень много так что я думаю нефариан нефариан принципе неплохо не то чтобы имба просто неплох 16 статов за 9 кристаллов все таки маловато вулканик ламберер 7 8 таун то есть грубо говоря это пастота пастотам и потому как это выглядит это этот элементаль земли при этом при всем стоит на 1 на 1 меньше стоит девятку что много конечно для него но на один меньше за каждого миньона которые умерли в этот ход то есть если вы размениваетесь размениваетесь и ставите гулю то у вас гуля 4 3 вот это вы размениваетесь и этого чувака вы можете поставить за 7 кристаллов за 7 кристаллов оставить уже окей каждый за каждый дополнительный скидос будет очень здорово я думаю большой на арене будет большой большая крутота если вы сделали хороший свайп на много мелких холопов вы можете сразу практически поставить вулканик ламберера и ваш оппонент просто закрепнется в крови если у нас пытается рашить что жесть а можно еще предзаказать гору рубашку дадут погляди сам я не знаю сейчас уже точно так что вулканик ламберер хоть и выглядит скучной болванкой с таун там все еще окей вот секунду дорогие друзья бирказик сын конечно же на радио капитан хромагус ваневер и дрова карт путана тракопе на верхенд хромагус 68 дракон за 8 кристаллов каждый раз когда вы дроваете вы дроваете несколько карт то есть смотрите вы его ставите передаете ход если у вас уже стоял тотем к примеру сделай музыку потише плюс тебя не слышно 4 рубаху дадут да говорят что говорят что работа рубаху дадут смотрите значит каждый раз когда дроваете вы его поставили отдали ход ваш ход вернулся хромагус стоит вы дровните две карты если какой-то размен или еще что-то вы просто дроваете много карт дровать карты очень здорово но сам по себе хромагус на мой взгляд очень мало просто урона наносит честно говоря он немного напоминает какую-то такую и зеру грубо говоря вот но и зера как бы драйвит карту прямо сейчас и карта сна карта сна очень крутая как правило кроме и love and sister то есть короче короче он окей 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 но я бы его не ценил выше хотя бы келту зэда келту зэд что делает вы размениваетесь юнитами и эти юниты воскрешаются сразу же сразу имеет вали и хромагус сразу вали не имеет а практически все карты которые сразу вали не имеют это это мусор то что факт что он должен биггейм хантера да у тебя в деке все равно будут юниты которые биггейм хантера не должен поэтому тот факт что какой-то дебильный достаточно хромагус его не дожит не делает ему чести возможно перед каким-то массовым дровом было бы очень круто но пока что хромагус выглядит просто слабее чем чем другие леги рэнд блэкхэнд 8-4 battle crime если у тебя есть дракон убивает легендарку как мы сегодня видели эти рэнды блэкхэнды друг друга сегодня уничтожали просто пипец то есть юнит как выглядели сегодня матч на стриме просто чувак ставит лего ему лего убивают он убивает в ответ и т.д. и т.п. минус огромный рэнда блэкхэнда заключается в том что он умирает от просто болта плюс пинга от флэйм кэнона от весы рейта от трусильвера короче он умирает легко но учитывая что он за 7 кристаллов battle crime убивает другую лего то это та же самая проблема как и у бгх бгх вы юзаете несмотря на то что он легко умирает вот рэнд блэкхэнда вы будете тоже точно также юзать если у вас будет дракона дека потому что он просто будет убивать потому что эта карта которая как правило не будет в минус размениваться прокомментирую ранее тоже пожалуйста будет один большой обзор да шатратик я так и делаю драконит крашер 6-6 за 6 уже скучно но силенцу не подлежит если ваш оппоненту имеет 15 или меньше здоровья у вас будет 3-3 с бонусом то есть это короче рашер рашерская такая штука если вы просто прожали оппонента меньше чем на половину против рагнароса против жерак суса как само собой это с бонусом ребята идут у вас будет 9 9 вместо 6 вместо 6 6 6 6 за 6 скучно проигрывает болдер бро но уже дракон уже триггери тренда блэкхэнда или техника и окей вот само собой как бы если вы будете ставить их с бонусом то это очень здорово для арены я больше чем это очень здоровская карта потому что грубо говоря это выраженный вариант болдер бро очень жарко вот здесь они говорили шатратик что здесь копию дровнутой карты хромах хромагу стене в нэвере дрова карт put another copy into your hand а это кстати я сразу не заметил ну в общем смотрите вы достаете карту на время культ мастера получаете до у культа стерок что плохо как правило как правило это хуже чем дров но две карты почему потому что две одинаковые карты не увеличивают опционал вашего хода как правило если мы говорим о не ремовалов дешёвых типа как фростболка что фроз болты как раз таки если вы два дровните вы сможете в разгар туда в разбор туда поконтроле ли хорошо если вы достаете какой-нибудь 24 дровал ку карты то ёпы расцветы хромагус дровалка которая дровнула вам дроу-дроу-дроу. Короче, экзипит получается, и вы очень расстроенный идёте в ад. Очень плохо. Император Таурисан удешевляет всю вашу оставшуюся руку на один. То есть, вы поставили его. 5-5 за 6. Плохо. Но подешевела вся рука. Если у вас хотя бы 5 карт, вы, грубо говоря, сэкономили 5 кристаллов на рейнже. Если больше, больше. Если меньше, меньше. Если он проживёт хотя бы ещё один ход, то у него уже будет достаточно заоблачная вэлью в плане темпа. Темпа. Именно темпа. То есть, если у вас просто куча дешёвых карт, которые вы бы и так выкинули из руки, например, вы играете хант, у вас пустая рука, то, как правило, Император Таурисан ничего не делает. На мой взгляд, он слабенький. В том плане, что для леги, которая выходит и, по сути, ничего прям вау никакого импакта не имеет, это не очень здорово. Вот Блэк Рен Чернорук кажется сильный. Сдровнул 2 ганга, по сделал 8 Доктора Бумов. Да, такое может быть, но это очень слабо, наоборот, похоже. Вот. Кстати, интересно, если вам оппонент заставляет, если вам оппонент запихивает карты в руку, как это работает. Император плюс Гусь. Ну, да, само собой, как бы, как и все чуваки. В отличие от Рагнароса, делая своё гадкое дело, он за инвиза не выходит. Так что, можно, в принципе, и поинвизировать его. 1600 на это как-то упорото, а ты не будешь на это 1600 тратить. Ты его получишь за Блэк Хэнд. Почему 1600? Ничего из этого не будет крафтовым. Это то, что ты получишь за ЧГ. Короче, Таури Сан. Таури Сан будет играть настолько хорошо, насколько карты, которые он удешевит, хороши в удешевлении. Не забывайте, да, что можно удешевить вообще просто по хардкору какие-то интересные карты, и, например, начать иметь возможность там играть что-то безумное просто. Например, у вас был Алакир, Рокбайтер, Рокбайтер в руке. Вы поставили Таури Сана, и вуаля, вы там на каком-то непонятном дешёвом ходу можете сделать Алакира за К7, и Рокбайтеры за 0. И ещё на 3 кристалла на помидоре. То есть у вас там были какие-нибудь молнии, да, представьте. Да, вот, например, у вас Малигос и куча заклинаний. В чём проблема Малигоса? Вы его ставите, и проколдовать ничего не можете. А у вас там были Малигос и дешёвые заклинания. Малигос теперь за 8, дешёвые заклинания теперь бесплатно. Вы ставите Малигоса, и просто за один ход так гонобите оппонента. То есть император Таури Сан настолько хорош, настолько, настолько, насколько удешевлённые, удешевлённые комбосы начнут решать. Погнали дальше. Вулканик Дрейк. 6-4 за 6. Есть мусор, но он стоит на 1 меньше за каждого умершего юнита в этом ходу. Короче, как гуля. Если гуля в среднем 4-3, то Вулканик Дрейк следит в среднем 6-4 за 4. Если получится пингануть ещё какого-то дополнительного юнита, то ещё удешевление. Приятный аспект для мага, да, 6-4, там, вы разменялись, он стоит 4, вы делаете пинг, добиваете какой-нибудь Репорт Инфо Дюти, он стоит на 1 дешевле ещё. Получается, что пинг вы сделали на 1, мелочи приятно. Таким образом, Вулканик Дракон скорее всего будет хорошей картой для арены. Не знаю, насколько хорошей для Констрактеда, потому что Флэйм Кэнон убивает юнит из 4 здоровья говно. Да, вспоминаем Бути Бэй Батти Гвард. 5-4 таун за 5 кристаллов. Мусор почему? Потому что очень уязвим. Вот и он тоже такой же. По Флэйм Страйке умирает. Для Констрактеда, как правило, для арены, как правило, мусор. Для Констрактеда не все таскают Флэйм Страйк, надо смотреть, что будет. Драгон Брэс. Обсуждали эту карту уже. В среднем, средняя её стоимость, само собой, как и у Гули, да, троечка. Для арены, наверное, окей. Это окейное заклинание. Не такое уберное, как уже Полиморф, уже Фэйрбол, уже Фростболт, уже Флэйм Кэнон, но окейное. Для Констрактеда, думаю, слабоватое. Надо смотреть, надо смотреть, как оно будет работать с новыми картами в комбе. Возможно, там, с теми же самыми Малигосами, да, с удешевлениями это будет всё выливаться просто в shitloads of damage, которые, может быть, будут наносить очень много урона. Но пока что, пока что я не пророчу этой карте большого будущего. Во всяком случае, не такого большого, как, к примеру, там, вот этому чуваку на арене, или вот этому на арене, или вот этому, или вот этому на арене. Хотя не сказал бы, что... Ну ладно, не суть важна. Короче, сильная карта, но не гэнгап, конечно. Солемн Виджил, или Виджил, не знаю, как правильно. Пятикристальная дроволка, которая стоит на один меньше из-за каждого миньона, который умер в этом ходу. Это умный аркан интеллект, как я его уже назвал, скорее всего, от этих слов не отменивать. В среднем вы разменяете двух ключей, он будет стоить 3, 3 за 3 кристалла дровные две карты, это как аркан интеллект, бе-бе-бе-ме-ме-ме. Но! Вы паладин. Это паладинская карта. А что у паладина много? Правильно, Репортинфо Баттл. Вы сделали Мастер Фур Баттл, но умирала куча мелкого мусора, то есть сделали Мастер Фур Баттл, вам их не убили, вы можете сделать интендантно на следующий ход, вы можете разменяться под каким-нибудь культмастером и сделать Солемн Виджил просто так, или сделать просто Солемн Виджил после размена. Короче, у вас Репортинфо Дьюти, Репортинфо Дьюти удешевляет этого пацана на один. Это охренеть, это охренеть. По сути, очень отдаленно напоминает как раз таки удешевление Хирообилки на один. Потому что вы сделали Репортинфо Дьюти, умерли им на следующий ход, Солемн Виджил на один кристалл дешевле. Ну, короче, на паладине это круто, потому что эту карту вы будете кидать по дешевке. А по дешевке эта карта это хорошо. Паладину на самом деле дрова не хватает. Но, честно говоря, ему уже, наверное, не дрова не хватает, а пора уже, как и другие классы, заниматься дублированием. Вот Палаприз дублирует, теперь Рога дублирует, Маг дублирует. То есть искусственно расширяют руку. Они играют не 30-ю картами, а 30-ю там двумя, четырьмя. Ну и, собственно, теперь с Гангапом 50-ю картами. Так что я бы... Было бы круто, если бы он там дровал и копии замешивал. Так что-нибудь в этом духе. Но дровалка уже хорошо. Блэк Вин Караптор. Не знаю, как на арене, но сегодня видели в Констрактеде это Фаер Лема. Просто Фаер Лема. Не дать не взять. Имба. Для коммонного слота жесть. Если на арене вы напоритесь на Батл Край этого юнита, скорее всего, проиграли арену. Просто жесть. Героям ХП пора повышать не до 50, а до 500, потому что только это спасет нас от разруки. Реально. Блэк Вин Караптор. Блин, сильная карта, ничего не скажешь. Просто сильная. Реально коммоны Фаер Лем. Дарк Айрон Скалкер. Нанести 5-4-3 за 5. Ха-ха-ха, как мало статов. Нанести всем ненадамаженным вражеским миньоном два урона. Короче, это просто консикраха хреново. записанная как Баттл Край в 4-3 тела. Это имба, Галима. Это останавливает Рашина просто на раз-два. На арене это автопик карта. У нее вэлью будет выше, чем у любой другой рарки. Лазурный Дракон мусор по сравнению с этой картой. Просто мусор. Командир Авангарда мусор по сравнению с этой картой. Аргус мусор по сравнению с этой картой. Короче, это Драгон Консорт. Типа Драгон Дракон Советник на русский будет. 5-5 Дракон за 5 ничего интересного. Следующий Дракон, следующий Дракон, которого ты сыграешь, будет на 2 кристалла дешевле стоить. Да стыдно на самом деле в рарно слоте иметь такую карту, потому что оно набьет только неповрежденных. Да, это как бэкстеп, который практически ни на кого не кинуть. Алекса за 7 Крэйгазма. Ха, нет. Кстати, интересный аспект. Следующий Дракон, которого вы сыграете, то есть вы можете сыграть Дракона Консорта и на вас, грубо говоря, на вас висит баф. У вас висит баф. Следующий Дракон, которого вы сыграете, будет на 2 кристалла дешевле. То есть вы можете сыграть подешевле Алекстразу через несколько ходов. Здесь ничего не сказано про Дистерн. Ничего. То есть все ваши драконы и в колоде, которых вы достаете, они подешевели на 2. Это такая грязь номинально. Ну, как бы само по себе тело скучное. Вот эта механика может оказаться очень страшной. Потому что вообще проблема большая всех 9 кристальных кричей в том, что они по сути сжирают весь ход. 9 кристальных кричей, которые ты можешь закинуть за 7, это уже совсем другое дело. Например, можно сыграть Аликстразу и тут же на нее накинуть Баблтаун при помощи 2-3 и ударить сразу двоечкой. Висит, это же Батлкрай. Короче, жесть. Грим Патрон. Ну, сегодня мы видели, как Вар раздуплил этих чуваков, и они начали просто размножаться, как демоны. Если их хорошо ОЕшкой не накрыть, это досвидос. Очень больно на это смотреть, на самом деле. Потому что накрывает это ОЕшкой только там Консекрэшн с СПД, Флэймстрайк, Холли Нову с СПД, ну, то есть, короче, грустно. 2-3 девочка позволяет этим грим патроном заспаунившимся сразу с чаржем бить, что, кстати, делает эту карту грязью редчайшую. Вот. Но статы, конечно, слабенькие, если его просто... Ну, конечно, будет грязно, если вы получите на него Shadow World Pain, потому что вы его поставите, вам дадут Shadow World Pain, и вы ничего не получите с него. Если в него сделают фростболт, то это просто как подвиг Геракла с убийством Гидры. Фростболт, 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 вы его просто не убьёте. То есть, я не знаю... А, не, подожди, Survive the Damage, чуя наркоманию, конечно, лол, я аж сначала подумал, что про фростболт что-то совсем грязь какая-то. Только пережить урон, то есть, его надо сваншотить. Сваншотить, и всё будет хорошо. Не сваншотить, а жопа. ГГ. Выглядели они сегодня в замесе очень жестоко, потому что играл ли... Играл чувак против паладина, и у паладина не было хорошего способа нанести АУЕшку на 3. То есть, у него были только консикрахи. А с консикрахами это боль. Ну, то есть, кик-волити консикрашен только сработает. Это паладский. Мне почему-то кажется, что на паладе дракона не сыграют. Посмотрим. Экс Флингер. 2-5 за 4 кристаллов. Слабо. Просто слабо. Слабые статы для 4-х кристальных кричей. 3-5 еще хотя бы куда не шло. Когда этот миньон получает урон, нанесите 2 урона вражескому герою. Очень рашевская штука, но вообще, конечно, со всякими уронками по себе можно пытаться запертурбировать ваншот. То есть, как бы... Поставил 2-х таких, кинул между ними сюрикен. Сюрикен с каждого нанес квазилиард урона. То есть, по одному ударит 5, по другому ударит 4. Если они оба стоят на столе. Это говорит о том, что вы нанесете 18 урона врагу. Жесть. Грубо говоря. Можно обрекрутов 1-1 ложится. Вот-вот-вот. Рекруты автоматически сразу становятся мусором или 1-1 тотем. Вот. Ну, то есть, это для раш... Для раш вара, который будет, типа, вносить. Это какой-то такой хитрый вариант ли прогнома. Но у него с контрольной статы, что... Не знаю. Ну, и вас это убивать неприятно. Коррейджер. 4-4 за 4. Скучно, если у тебя пустая рука, получишь 3-3. Если ты его достал на табдеке на арене, это боевой голем, что скучно, хотя неплохо. Если это... То есть, крупная крича. Уже неплохо, на самом деле. Крупная крича. Если не пустая рука, а, скорее всего, для... Так. Ладно. Манга уже запарила немного. Э-э-э... Не то, не то, не то, не то, не то. Секунда. Так. Здесь что-нибудь вообще есть? Кто-нибудь что-нибудь послушать хочет? По-моему, нет. По-моему, никто ничего больше. По-моему, не песню. Да, надо что-нибудь свое поставить. А то вообще боль. Хотя, может быть, даже ничего не надо ставить. Вырубил уже мозг. Ладно, да, реально вырублю вообще полностью. Продолжаем. Для арены, я думаю, слабенько. Очень слабенько. Куча рара, которые точно сильнее. Уязвимость к БКХ, бебе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ну, зато бист, скилл-коман триггерит, уже неплохо. В принципе, окей. Так, можно всю руку выбросить, а последний сыграет собаку 4 маны. Так, выброси всю руку. Выброси всю руку. Выброси эффективно всю руку, да? Не просто так, знаешь, что там тебе повезло, ты набрал виспов, пиратов 2-1-2-2-1, или прогномов, выкинул всю руку и сделал коррэйджер 7-7. Тебе веером клинков одним за без карты, за без карты просто вайпнули всю борду, а потом еще БКХ встретил коррэйджер. Ты что сделаешь? Правильно. Альт ку-ку со слезами на глазах. Мама, я не порашил. Такие дела. Дрэгонкин сосерер. 3-5 за 4, которые каждый раз, когда вы таргетируете в этого миньона спел, он получает плюс 1-плюс 1. Как я понял, это только вы с этим можете сделать. То есть, грубо говоря, если ваш оппонент фэрбол, он бафа никакого не получит. Ну, собственно, самое понятное, вам нужны запчасти на него, что очень стрёмно, потому что нужны-то бредовые запчасти, да? Типа там таунта, таунта, там маскировки, плюс атаки, плюс хп, ну, такие, которые не возвращают в руку, короче, и не заморозка. Ну, то есть, адекватные запчасти. Ну, или просто банальная пвша, да? С пвша это сразу становится на четвёртом кристалле вы ставите его, его убили, не убили, убить его достаточно тяжело, 5 здоровья не так легко проносятся, вы делаете на него пвша, и вуаля, у вас 4 ОМГ 8 персонаж, который просто веселит. Смертокрыл плюс Коррэйджер. Ага, то есть, и Коррэйджер надо там деки иметь. То есть, как бы, окейная, окейная командная карта на престе, думаю, могут реально хорошо заходить под пвша. Ну, в общем, в целом скучноват, скучноватые. Не пророчим большого будущего, честно говоря. Для арены, ну, соу-соу. Трог не взлетел, не взлетит и Драгонкин. Ну, точнее, как бы, настолько, насколько взлетел Трог, настолько же взлетит Драгонкин. Фаергвард Дестройер. 3-6 за 4 кристалла, которая получает 1-4 атаки. 1-4, 1 плюс 4, делённое на 2, это 2,5. То есть, у этого пацана в среднем будет, этот пацан будет за 4 кристалла выходить 5-6 или 6-6 на 4-ом кристалле с верлоудом на 1. Это такая галимая имба, что просто пипец. Это новый фаер-элем шамана. Ему снова добавили адового, адового фаер-элема. То есть, теперь от фаер-элемов будет припекать не только от обычных, но ещё и от этих. Я даже не знаю, если выпадет фаер-элем и вот этот чувак, кого брать. Я думаю, кого меньше, того и брать, потому что они оба оба просто отмороженно сильных. Просто мега сильных. Хангри Дрэгон 5-6 за 4 кристалла даёт рандомного однокостового миньона вашему оппоненту. Хороших однокостовых миньонов, реально хороших, которые могли бы прямо вот напугать напугать Хангри Дрэгона, реально 7-6, а не 6-6 за 4. В среднем, я сказал. Я сказал, что он будет 5-6 или 6-6 в среднем. Ветер плюс 2 дробителя 2-4 на шайме, если просто ход. Да, просто ход. Хангри Дрэгон, поэтому Хангри Дрэгон практически всегда имба, то есть его теперь можно смело овер-етти пикать. Да, он хуже элема. Особенно жесть, да, на маге будет, когда вам ставят Хангри Дрэгона, вам ролится 2-1 какой-нибудь или 1-1. Демоны Лока. О, да, кстати, Демоны Лока. Демоны Лока 0-1 в инвизе или 3-2. Это прикольно, да, это самый классный вариант для тебя. Но в этом ключе, в самом плохом ключе для тебя, это 5-3 за 4, что проходит Ванила Тест. В самом плохом варианте эта карта проходит Ванила Тест. В самом хорошем варианте, что у нас там 1-1 какой-нибудь есть, да, за 1 кристалл гамёная, например, Дракондор. Самый хреновый вариант вы получаете там 1-2 или 2-1 или 1-1, получаете в него же пинг и просто в шоке. Да, Dust Devil. Dust Devil, в принципе, прикольно, но... Мишень. Он не 1-кристальный, он 0-кристальный. Вроде бы. Демон в раз. Пытаются сделать демонов рабочими. Мир вашему дому, но для этого нужны хорошие сильные демон деки. Пока хороших сильных демон дек что-то как не наблюдается. Если эта карта их оживит, будет очень здорово, потому что номинально это Consecration локовский антидемоны. Очень классно. Хотелось бы отметить, что вы еще можете в вашу деку спокойно, спокойно добавлять яйца 0-2 или яйца новые драконовские яйца, которые будут спавнять маленьких велпушат, потому что как бы у вас стоит демон и яйцо, и у оппонента стоит какой-то трэш. Вы нажали эту карту, у оппонента вайпнулась борда, у вас никто не получил урона, кроме яйца, яйцо затригерилось, вы радостный такой а-за-за-за-за-за-за-за-за. Я сделал только что Consecration за 3 кристалла. Жестко, стильно, модно, молодежно. Куда лучше, чем Hellfire. Возможно, возможно даже эту карту на арене, но они, кстати, в разных слотах, поэтому хрен у вас получится. Или в руку дают, он сразу спавнит, сразу спавнит напротив себя. Blackwing Technician. В среднем, в Constructed'е это будет 3-5 за 3 кристалла, что очень жестко. На арене, скорее всего, это будет 2-4, редко 3-5, но когда будет 3-5, само собой, будет вызывать нереальный бугурт. Вот. Окей, карта, ничего плохого про нее сказать нельзя, скорее всего, она всегда будет играть с плюсиком. Вот этого дела будет? Будет. Дроид оф за флейм. Это голимая имба. Почему это голимая имба? Очень легко объяснить. Она рипает ванилотест по непонятным причинам. А самая поганая, после того, как эта поганка рипает ванилотест, она еще плюс ко всему меняет свою форму, то есть она трансформируется. Вы на нее не можете кинуть сало и не можете отобрать у нее ее плюс 3 хп или плюс 3 атаки. Просто не можете. Если ее достал 2-8 чувак, который достает Deathrattle на стол, то это да, то это фейл. Но не такой уж и большой, потому что 2-2 статы, ну как бы, просто сильного батлкрайщика достал, как обычно. Уж лучше ее, чем 5-5 дерева. А так, 5-2 миньон, ну 5-2 миньона я скорее всего не буду, то я буду ставить просто как 2-5, а 2-5 это просто ад. Это просто, ребята, откровенно говоря, ад. Это идеальные 7 статов для третьего кристалла. В среднем трех кристальные кричи обладают шестью статами. Редко семью, это очень хорошие юниты с семью кристаллами. У нее идеальные 7, 2-5. Она может убить 2-3-2 юнитов. Она может убить 2-2 и 3-2 и забесить еще всех. У танка тоже 7 статов, танк куда сильнее. Ну, вот, понимаешь, проблема в том, что если говорить о этом 2-5, то у тебя всегда, как у друида, есть один пинг. Пинг на один. И это полная жепь. Танк-паук 3-4. Это как бы 2-5, а не 3-5. Да, да, это 2-5, а не 3-5. Только, понимаете, как бы в среднем... Ну, хорошо, давайте тогда сравнить... Сравнить не с... Давайте сравнить не с самыми хорошими из 3-х кристальных кричей. Давайте сравнить с средними из 3-х кристальных кричей. В среднем 3-х кристальных кричей обладают все-таки 6-ю статами, а этот обладает 7-ю. Причем идеальными. Вы можете ударить варгена, а потом хераобилкой его добить. И радостные такие остаться еще с 2-2 кричей. Что круто. Приятно убивать 2-2-3-2 кричей такой фигней. Ну и ко всему в лейте, да, в лейте вы можете его просто поставить как магма рейджера, который не умирает от пинга. Приятно, мелочи приятно, да, то есть как бы карта, которая в лейте, ну, пришла вам, может еще, у нее еще может получиться пятерку нанести. это всегда очень круто. Так что он, так что эта карта крутая, выглядит страшно. Но для арены точно, для констракта, да не знаю, возможно, на нее просто слота не хватит. Флеймвейкер. 2-4 змеюка, которая каждый раз, когда вы колдуете спелл, наносит 2 рандомных урона по всем. То есть, смотрите, если у вас перед вами стоит 1 крича, то вы нанесете ей скорее всего 1 урона. Почему? Потому что один полетит в щи, другой полетит в этого юнита. То есть, разброс, но она не очень, ты говоришь про пятый ход с ней. Ванила тест это что? Ванила тест это сравни хп плюс атака равняется кристаллу, умноженное на 2. Больше или меньше? Меньше плохо, больше лучше. И эти хорошо, кто у нас там, мистике Зана по статам плохо. Короче, флеймвейкер проходит ванила тест, уже неплохо, но я бы вот предпочел как раз таки 2-5 тела вместо него. Мне кажется, что его обилка, которая носит 2 рандомных урона не так уж и круто. Контролировать очень тяжело, сплы, сплы, сплы как бы директным спллом хрен подугадаешь, но с фрозболтом здорово, да, потому что если он зафейлит свои чарт-стрелы, флеймвейкер, то у вас есть ход, у вас есть время на следующий ход пингануть. Если не зафейлит, то у вас все хорошо. А вот с рандомными штуками там вообще страшно, он рандомный 4 кидаешь урона, потом еще 2 рандомные стрелы, у себя непонятно как ляжет урон, ну полная фигня, короче. Конечно же, неплохо подставить этого чувака, против вас ставят Йети, вы делаете флеймкэнон и скорее всего, скорее всего, вы убиваете, то есть тот факт, что Йети выживет только 25%. Неплохо. Неплохо, но думаю, другие рарки, такие как там Коровушка, Фаргус, Командир Авангарда, Лазурный Дракон, просто в щи выносят Флеймвэйкера на арене, а для Констракта он просто слабый. Имп Гэнг Босс. 2-4 за 3 кристалла, которые каждый раз получают, как и Культмастер, каждый раз получая атаку, делают какую-то приятную штуку. Приятная штука для Имп Гэнг Босса это 1-1 имп. То есть, если вы убиваете его только за одну атаку, вы по сути уже имеете 2-4 плюс 1-1. Если вам его убивают за одну атаку, если вам убивают его не за одну атаку, то это еще больше, то есть, это просто, ну, жара. Владычица Бесов была окей для арены. Эта карта еще жестче. И, как правило, еще жестче еще будет играть. Гэнг Ап. Жесткая, новая, новые спелраги. Очень контрольный, очень контрольный, но очень крутой. Выбираете миньона и засовываете 3 копии этого миньона себе в деку. Можно любого миньона. То есть, грубо говоря, ваш оппонент, вы сыграли Доктора Бума, поставили Доктора Бума, закопировали, радуетесь. Очень круто. Минус этой карты, она контрольная. Рога контроль не любит вообще. Вот то, что было все меты до этого, контрольная мета прям вот вообще, вообще не про рогу. Карта контрольная для арены это жара. Хотя, знаете, даже для арены это не факт, что жара. Кстати, я передумал, это не такая хорошая карта. Не, серьезно, вы замешиваете 3 копии этой карты? Да, по сути, вы что-то вроде супер дрова на лейте, на потенциале. Но, блин, вам еще их достать надо, вам еще их достать и сыграть за эти же кристаллы. Блин, не очень круто, на самом деле. Вражеского смертокрыла. Ну вот, если речь сошла там о битвах топ-деках, конечно, если вы сможете каким-то макаром свести и в игру к у меня кончилась колода, у оппонента кончилась колода, то вот эта карта, она выиграет. потому что номинально это значит, сама эта штука стоит карту. То есть, это вы потратили карту на 3 копии. То есть, по сути, вы 2 карты, 2 карты просто профита имеете. 2 карты профита. То есть, вот это раздвоение, раздвоение, оно дает 1 карту профита. Потому что само раздвоение стоит карту, и оно дает вам 2 копии умершей кричи. То есть, раздвоение стоило, и вы получаете 2 карты. То есть раздаяние дает одну карту профита. Эта карта дает две карты профита. Нил Роги, не знаю. Надо очень сильно дровать свою деку, очень сильно доставать это и реализовывать. Не знаю, как это будет. Сейчас вот на поверку эта карта кажется очень странной. Но зато на арене практически всегда можно будет смело брать один гангап, закидывать себе там три, замешивать себе в деку три болдер бро, и в битвах топ-деков просто брать и выигрывать. Лавашок разблокирует ваш оверлоуд. Очень классная штука. За два кристалла нанести два урона это уже более-менее. Учитывая, что вы можете теперь сейчас делать адские такие карты, которые раньше были по сути фейловыми, типа там Элем Земли. Элем Земли раньше был почему плохой? Потому что умирал от БГХ и давал вам оверлоуд на три. Вы ставите на пятном кристалле Элема Земли, а на шестом кристалле ни хрена ходить не можете. Лавашок в этом плане это бесплатный дамаг. Понимаете, да, он открывает три кристалла, сам стоит два. Получается, что вы просто открыли себе один кристалл и два урона на халяву нанесли за Лавашок. Офигеть, не встать. Добро пожаловать в Земляной Элем обратно. С 2-3 духами волка и так были имба. Плохими были за счет того, что давали сильный оверлоуд. Теперь Лавашок это раскрывает, это очень здорово. То есть, как бы, если Дека будет таскать оверлоуд, Лавашоки будут играть и будут очень хорошими. Вора, вора. Квикшот. Нанести три урона. Скорее всего, судя по всему, это как Арканшот. Во-первых, это Коммонная карта. Коммонная карта, это жара. Нанести за два кристалла три урона. Это просто хорошо, это как темная бомба. Если ваша рука пустая, вы дровуете карту. Ребята, ханты возводят раш просто на новый уровень. Это пол фаербола, пол стоимости фаербола. Если у тебя пустая рука, вы дровуете карту. Это просто жара. Откровенно говоря, жара. Потому что, если вас дорашивает хант, и он на топдеке берет эту карту, скорее всего, вы проиграете. Вы и так, скорее всего, проиграете на топдеке, если он вас рашит. А тут еще и такая жесть. Просто жаркая карта. Если получится дровать за нее, это полный пипец. Силовой провал. Вообще играть страшно. Судя по тому, какие карты добавили Ханту, его все еще хотят фейсресовым сделать, что жара. Резурект. Сумон арендом френдлий минион that died this game. То есть, смотрите, у вас умерли. Умер 3-4, 4-3, которые Battle Crime наносят себе 4 урона. Там священник-священница Синдерай, там еще там лайтспауны, груши там всякие, всякий мусор. Рандомного юнита воскресит за 2. То есть, если он достает 1-3, он уже хорош. Если он достает что-то жестче, это полная жара. Минусы этой карты, она мертвая в начале игры. То есть, пока у вас не наумирало хороших юнитов, сжать ее никакого резона нет. Само собой, так игра построена, что сначала у вас умирает 1-3, потом умирают рубаки, потом умирают... Вообще, как бы, если это будет так, вы ставите 1-3, идеальный вариант, 1-3, коин, пропускаете ход, ваш оппонент ничего не смог с 1-3 сделать. Потом вы, поскольку ходили вторым, у вас есть кайна, вы делаете коин, рубаку, цох. Вам убивают каким-нибудь макаром рубаку, чудо-макаром, например, натуралайзом. Вы жмете резурект, у вас снова 4-7. Пошло-поехало. Тут вообще просто пишем ГГ, выходим. Если вам просто лайпнули борду каким-нибудь макаром, я не знаю, прилетел смерто-крыл, снес борду. У вас все еще 50-50. Вы можете воскресить 1-1-3, вы можете воскресить опять 4-7. То есть, как бы, я вижу эту карту и вижу рубак без батлкрая, и мне внутри все просто переворачивается. Само собой, в лейте, когда наумирала куча кричей, и когда есть такие сомнительные батлкращики, типа как у Волджина, да, у Волджина сколько? 6-2 статы. То есть, если вы арестите Волджина, вам в него плюнут, и у вас Волджин отлетит. Но если вы поднимите, конечно же, Сильвану, какого-нибудь мега-крутого досрательщика, типа там 6-4 Скайголема или Керна, это просто досвидисимо будет просто. Не 4-7, а 4-3 будет. Будет 4-7, потому что он воскреснет без батлкрая. Вот. Само собой, само собой, если вы... Теперь начинается Рандуин Рин, приобретает второе дыхание. Ваш вражеский, мерзкий Рандуин Рин может смело сделать Майнд Геймс, достать в вас Рагнароса. Вы такой, а-а-а-а-а-а-а-а-а, у меня есть БГХ. Вам делают на него БГХ, а ваш оппонент за 2 кристалла ставит еще одного Рагнароса через воскрешение. Это просто досвидос. Опять, просто пишем ГГ и выходим. Короче, Резурект достаточно сильная карта. Не то, чтобы прям вау-вау-вау, но достаточно сильная. Она еще сделает так, чтобы было неприятно. И одна из приятных особенностей Резуректа, что если прист походил как-то по кристаллам, у него остался избыток, он может просто нажать Резурект и даже не думать о том, что ему заролится. Ему просто что-то достанется, и он просто будет рад тому, что есть. Потому что 1-3 уже окей. Больше что-то уже большой плюс. Драгонек. Нерубское яйцо только подешевле и послабее. За каждую атаку по этой кричи получается плюс 1-2-1 вэлп. Сразу же думаю о накидывании... Накидывании... Знаете, чего на это яйцо? Накидывании из браника Вилена. Потому что это яйцо становится сразу... Вот вы ставите его на первом кристалле, оппонент каким-то макаром пропустил, выходили вторым. Вы кидаете на него из браника Вилена, у вас становится 2-6 яйцо, которое каждый раз, когда по нему проатакуют, будет выплевывать 2-1. Если вы сможете удержать его хотя бы пару ходов, вы выиграли катку, это даже не обсуждается. С ПВШ примерно та же самая ситуация. То есть из него можно сделать больше, чем обычно делаются из нерубского яйца. Но нерубское яйцо, как правило, используется как остановка АОЕ. Драгонек АОЕ, наверное, останавливает не очень хорошо, потому что выходит 2-1. Но что это такое? Его пингом убили, репортных людей убили. Би-би-би-би-ми-ми-ми, много урона не наносят. Твайлайт Велп. 2-1 товарищ, который, если у вас есть дракон, получает плюс 2 хп на первом кристалле. Короче, это зомби-чоу для приста без дроу-бека. Минусы, я сразу вижу, что с резуректом эта карта плохо комбится, потому что, само собой, Баттл Края не будет, это будет 2-1 дракон. Что плохо. Но вообще, 2-3 на первом кристалле, это жара. Вы там кривляетесь, пытаетесь рашить, делаете ли про гномов, оппонент делает Твайлайт Твайлайт Дрей, Велп, каким-то макаром с вами разменивается, делает 1-3 девочку, жмёт Сох, ваш раш закончен. Пишем ГГ, выходим, на этот раз победа за тобой, слились с тьмой. Вот, всё очень плохо, короче. Останавливает раш и будет на ура этот Твайлайт Велп. Ну и, собственно, отсылка это к Твайлайт Дрейку, который от накачки картами становится жирным. Это разве все карты, что есть? Это разве все карты? Чё-то как-то их маловато. Ну, короче, давайте быстро пройдёмся по имбам. Карты, которые я считаю, что будут жёсткими. Твайлайт Велп жёсткий, Драгон Эгг, окей, но не прям пипец. Для арены Резурект, думаю, слабовато, но потому что среднее качество карт слабоватое тоже. Для констракта, думаю, это жара. Квикшот, что на арене, что в констракте, жара. Фейс Ханты, привет. Лавашок, только если у тебя большой оверлоуд. Чем больше оверлоуда ты сожрёшь лавашоком, тем лучше. Этой картой ещё надо уметь воспользоваться. Так что для констракта да ок, да если оверлоуд заиграет. Так, для арены хрень. Гангап, для арены лучше, чем для констракта, да? Потому что рога должна играть контроль. Имб ганг босс, в любом случае имба. Флейм войкер, в любом случае мусор. Друид оф за флейм, в любом случае окей. Блэквинг технишн, окей, окей, и там, и там. Демон в раз, скорее всего, для арены вообще никак не заработает, потому что демонов на арене ты хрен соберёшь, как зверей у Ханта когда-то там, тогда, даже сейчас. Для констракта да, может быть, заиграет, но вряд ли. Хангри Дрэгон имба берём всегда, Фаергвард имба берём всегда, Драгон Сорсерер. Если я приз набрал ПВШ, то, скорее всего, имба берём всегда, даже, возможно, в оверейте. Коррэйджер хрень. Эйс флингер для арены, мусор для констракта да. Скорее всего, опять появятся эти недобитые фейсрейс вары, которым лучшее место на днище. Грим Патрон к фейсрейм с варом добавляем. Драгон Консорт слабоват, скорее всего, потому что слишком слабый Батл Край для такого огромного бестолкового тела, да. Умирает, умирает. Ну, 5-5 за 5 это мало. Хотя бы 4-6 за 5. Ну, потому что 5-5 за 5 это мусор. Он умирает легко. А Дарк Айрон Скалкер берём всегда на арене для констракта. Возможно, вот эта карта мега оживит... Возможно, эта карта мега оживит контроль рог. И тогда вот эта карта, плюс вот эта карта, и я пошёл играть рогой Констрактед. Вот, гэнгап и вообще пипец, поехали. Блэквин Караптор. Играйте Дракона Деку, это Фаер Элем в вашей деке. Вы точно будете брать, убивает 4-3 Батл Крайм. Ну, не паскуда ли, а? При этом, при всём, его статы делают его как раз-таки уязвимым к 4-3 юнитам. Карта мега вэллраунд. Даже, я думаю, на арене его надо будет брать, потому что нашли фейри, фейри драгона, и как зайка его храните в руке. И ещё берёте всех Блэквин Карапторов. Если у вас хотя бы 2, это 2 Фаер Элема. Сидите с дракончиком, и вот как выходят эти Блэквин Карапторы, просто сразу... Вот так вот раздаёте. Сален Вайджел для арены точно гуд. В Констрактеде, скорее всего, чё-то как-то... Шок Паладины не будут юзать, Контроль Паладины посмотрим. Возможно, будут юзать, но вообще Паладин играет сейчас без дроу и чувствует себя хорошо. Паладин сейчас дроу и только Леон Хэнсом. Нахрена ему дополнительный дроу? Он чё, страдает? Чёрт вас 2. Дрэгон Брэс. Для Констрактеда... Для Арены ОК, такая, знаете, спелл на шестёрочку-семёрочку. Для Констрактеда мусор. Вулканик Дракон для Арены Гуд. Но, само собой, умирает Флэмстрайк от Висрейта. И, скорее всего, это просто, знаете, дракон... Дракон-наполнитель. То есть, тот дракон, которого вы будете таскать с собой, чтобы ваша дракона дека, пока у вас нету там чёткой собранной деки, будет наполнять вашу деку. Таурисан средняя... Средняя, средняя, средняя. Надо... Он играет настолько хорошо, насколько удешевляет карту. Драконит Крашер на Арене это жара, потому что это жёстче Болдербро. В Констрактеде, скорее всего, наполнитель, но тоже ОК. Рент Блэк Хэнд, скорее всего, для дракона деки... Для дракона деки будет незаменим, чтобы просто убивать на халяву крутые леги. Кромагус. Кажется слабым, потому что вы достаёте две одинаковые карты. Опционал вашего хода это особо сильно не увеличивает. За восемь кристаллов 6-8, которая не имеет никакого батлкрая, это дыыы. Вулканик Ламберер для арены, скорее всего, жара. Для Констрактеда... Ну, может быть, может быть. Даже гуд, потому что это очередной сильный таунт. Возможно, снова появятся рампы дурачки, которые будут пытаться вот такую хрень реализовывать. Хотя, понимаете, он от разменов растёт. Если вы сделали иннервейт, иннервейт, буйный рост, то никаких разменов у вас не будет. Вулканик Ламберер будет за 9. Мусор, мусор, ну и у болота. Нефариан. Окей, сегодня украл флеймстрейк. Каждый раз, когда он ворует... Нефариан настолько хорош, насколько он проворовался. Хорошо проворовался, красавец. Хреново проворовался, вы в говне. Добро пожаловать к Гаранджизусу. Мажордом Экзекутус, скорее всего, силён. Скорее всего, силён. Как Малганис примерно. Такие дела. Я думаю, что... Страницу обнови. Что, ещё добавили? Ой, красивые арты добавили. Обновили, обновили картинки. Выложили, выложили, обновили картинки, выложили. А, вот Ревенш, которого не было. Это Deal 1 Damage to All Minions. Это, по сути, Вирл Винд. Если у вас 12 или меньше здоровья, то это Вирл Винд на 3. Ну, замена Вирл Винду. Что тут думать? Если вас рашат, если вас рашат, то вы можете закрыть деку оппоненту, если вас продамажили прям вау сильно. Имейте в виду, что у вас может быть 12 здоровья и при этом большой показатель армора или какие-нибудь там карты, которые быстро вам настакают армор, что вы не сдохнете, когда сидите на 12 хп. То есть, грубо говоря, окей, учитывая, что армор смитки обладают статами 1-4, то хотелось бы отменять, что после того, как вы сделаете ревенш на своего армор смита, да, вы потеряете 3 стата на нем, но он все еще даст вам армор, что, в принципе, неплохо. Ну, это, кстати, единственная карта, которую добавили. Все. Карту не откомментировал от паки. Страница не найдена. Окей. В эту игру, возможно, она будет резать рандомность. Что за всю игру? Так да, за всю игру, а ты про что говоришь? А он откуда пости должен? Ну, кстати, заметьте, Резурект новая попытка работать с... Новая попытка. Пересмотри снова Таурисана. Он удешевляет все карты и срабатывает каждый ход. Как каждый ход. Не каждый, а каждый ваш ход. Каждый ход это... Этот растет. Сейчас, секунду. Каждый ход это растет Грул или Килтузе тресает каждый ход. А это In the End of Your Turn. То есть, каждый твой ход удешевляет. Ну да, то есть, ты его поставил, отдал ход. У тебя все подешевело на 1 сразу же. Если на следующем ходу, подешевеет на 1. Тебе действительно нравится Лего, заменяющая героя Рагнаросом. У твоего героя остается 8 хп. Чувак, ты его будешь использовать как сейв КД. До свидания, Александр. Всего доброго. Итак, дорогие дамы и господа. Ну, с декой, с картами мы разобрались. Это, по идее, все карты, что здесь есть. Так что, надо, собственно, заканчивать. Большое спасибо, что сегодня были со мной. Ведь так? Ведь 2207? Да, 2207. Большое спасибо, что были сегодня со мной. Я напоминаю, что у меня есть замечательная группа ВКонтакте, в которой я хотел бы вас всех, дорогие друзья, видеть. Вот вам ссылочка на эту замечательную группу ВКонтакте. Вот. В каждый чатик полетело. Да, на девятом ходу у тебя и не будет больше 8 хп. Да, скорее всего так. Ютуб-канал. Спасибо и тебе. Какой сейф КД этим говном? Оно дико тяжелое. Так и... Ну, окей. Ты понимаешь то, что это два в одном, понимаешь? И как бы из 9-7 тела за 9 кристаллов. И, в принципе, если ты себя поднимешь там с 3 хп до 8, ты уже красавчик. Так, общее мнение скажи. Скорее всего, незаменимо. Будут есть... Есть карты, которые просто выглядят очень гримово и очень сильно. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что... Напоминаю, что завтра в 2 часа трансляция. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу, хотите связаться со мной. Я там в блоке указан как яблочная суть ВКонтакте. Вот. Я сейчас заканчиваю, пускаю рекламку. На этом все сегодня. Завтра, собственно, продолжаем. Спасибо большое, что смотрели. До новых встреч.